Вы знали, что Константин Коровин был продолжателем пейзажной традиции Саврасова? В возрасте 14 лет юный Коровин поступил на архитектурное отделение Московское учреждение живописи вояне и изотчества, но вскоре перевелся на живописное отделение пейзажной класса Алексея Саврасова. Коровин вспоминал, и вот и мастерской школы живописи в Москве. Сам Саврасов живой стоит передо мной. Он огромного роста, у него большие руки, а лицо его как у Бога. Все, что он говорит, как от Бога. Для чего я любил его? У Саврасова Коровин научился передавать через краски природы ощущения жизни. Позже молодой художник говорил, что пейзаж нельзя описать только за то, что он красив. В нем должна быть история человеческой души. Связь Коровина и Саврасова особенно заметна в пейзажах «Ранняя весна» и «Последний снег».